Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики, гости канала. Меня зовут Виктория, вы на канале Таро от Вики. Сегодня мы с вами смотрим Таро прогноз на декабрь 2021 года для Дев. Первую позицию будем доставать из колоды Таро Тота. Она будет показывать основные тенденции, настроение месяца. Следующие пять позиций по сферам жизни будем доставать из колоды Таро иллюминатов. И из магического Таро возьмем для вас совет и сюрприз месяца. Так, давайте начнем. Девы, что ожидает вас в декабре 2021 года? Королева Мечей. Я думаю, что карта Королевы Мечей характеризует вас, несмотря на то, кто смотрит, женщина вы или мужчина. Королева Мечей – это королева холодного разума, человек интеллектуальный. Смотрите, да, если вы мужчина, то все черты характера относятся к вам, но они будут более мягкие по сравнению с Королевом Мечей. Король Мечей более действует жесткими способами, скажем так. А так фигурные карты, старшие придворные карты Масти Мечей характеризуются высоким, скажем так, очень интеллектуальные, обладают холодным разумом. Реалисты, то есть четко знают свои цели и идут к ним, могут приказывать другим людям распоряжаться. То есть у вас вот настроение будет такое, скажем так, руководящее, такое доминирующее. Можете быть несколько агрессивны по сравнению к другим людям окружающим. То есть настроено решительно, настроено серьезно, не потерпите каких-то промедлений, заминок. Можете кого-то отчитывать, то есть строить кого-то, да, как говорят. Так, смотрим по сферам жизни, то есть как будет ваше настроение месяца влиять на остальные сферы жизни. Первая сфера – это финансы, деньги, имущество. Вторая сфера – работа, карьера, бизнес. Третья сфера – любовь, семья. Четвертая – здоровье, физическое и психоэмоциональное состояние. И пятая позиция – ваше окружение, друзья, знакомые обстоятельства вокруг вас. Смотрим ваши финансы на декабрь. Четверка жезлов вам выпадает. Я думаю, что по данной карте, которая символизирует семью, большую часть денег вы будете тратить именно на семью, на дом, на ваш домашний очаг, на детей, на партнера. То есть будете обустраивать ваш быт. Ресурсы, финансы у вас для этого есть. И вы с большим желанием будете именно делать траты и покупки, направленные на вашу семью, на ваш дом. А кто-то, может быть, даже решит приобрести жилье, имущество. То есть это что-то для вашего очага, для вашей семьи. Не для собственных удовольствий, удовольствия какого-то там пустого времяпрепровождения, а для целей семьи, заботы и счастья ваших близких людей. То есть вы можете делать какие-то приятные подарки именно своим самым близким, родным людям. То есть хорошая карта траты денег на дом. Вы также можете украшать свой дом. Здесь я смотрю, цветы, виноград, что-то как-то тратится на декор. Может быть, кто-то решит делать ремонт, да, то есть как-то украсить свой дом. В общем, создавать уют, улучшать свой быт. Смотрим работу. Принцесса мечей. Вот она, да, пошла у нас от мечей. Королева принцесса мечей. Вот именно здесь, скорее всего, вы решите посверепствовать. Я бы сказала так. Что-то вы здесь решите навести порядок. Возможно, в конце года, да, разложить все по полочкам. Что там, какие бумаги были не подшиты. Все разложить по папочкам. Папки расставить по полкам. Навести в порядок. Привести в порядок все там в компьютере у себя, да, со своим рабочим местом. Может быть, кто-то решит поругаться на коллег. Если вы особенно руководитель, вы решите провести разбор полетов. Возможно, будете недовольны своими коллегами или своими подчиненными. Вот здесь есть такая воинственность именно на работе. Но если уж не агрессия, да, как я всегда говорю, расклад общий. Поэтому диапазон вот этих вот настроений, мыслей, чувств всегда у всех будет, конечно, разным. Но в любом случае есть такое вот... Ну, есть некоторое недовольство. Если вы сами не руководитель, то можете быть недовольны вашим начальством. Возможно, будете считать, что оно действует как-то неправильно, нерационально. Но также наоборот. Если вы руководитель, вы будете считать, что ваши сотрудники не работают в должной мере, в полном объеме, не выполняют свои обязательства. И будете стараться эту проблему решить. То есть проявить свои лидерские качества и повлиять на них. Поэтому вот здесь у вас воинственный настрой, скорее всего, переходит в сферу работы. Но если вы на работе такой, несколько заведенный, то, скорее всего, это некоторым образом будет проявляться и в остальных сферах. То есть вот в это настроение может несколько падать тенью. Да, потому что если вы такой заведенный, то можете как-то и в остальных сферах падать в то настроение, где не получать там должного удовлетворения, например, от общения. Но дальше посмотрим. Как раз смотрим сфер любви и семьи. Вот король мечей, да, опять мечевая масть. Если вы женщина, то это ваш супруг, который тоже, скорее всего, вдруг почему-то настроен воинственно. Либо вы одного знака зодиака с ним, поэтому он также держит в руке меч. Либо он видит вот этот как раз ваш настрой, особенно если вы женщина, ваш вот этот вот стержень. И ему это может не нравиться. Не нравится в каком плане? Вот если вы взяли на себя обязанности, знаете, как... Вот я бы сказала мужские обязанности, потому что держать всё под контролем и вот всё в кулаке, это, да, больше такие мужские черты характера. Если вот вы с работы приходите домой с тем же таким суровым, строгим настроением, вашему партнёру может это не нравиться. Он может видеть, что вы пытаетесь как-то и дома продолжать командовать, продолжать там что-то, возможно, да, по тому же ремонту, да, вот проявить какое-то недовольство, да. Делайте, например, ремонт в той же вашей квартире совместной, и прийти и задать супругу своему, вот ты почему там, да, не туда вбил гвоздь. Вот ему это не понравится, потому что он сам считает, что он знает, как надо и что надо. И, скорее всего, может поставить вас на место. Поэтому имейте в виду, если вы будете переносить настроение на работе на свои личные отношения, у вас может это вылиться в конфликт, потому что ваш партнёр здесь тоже выходит мечевой масти. То есть он вам не даст командовать собой. Он может проявить ответные действия, которые вам тоже не понравятся. Поэтому если не хотите ссориться, то вам совет такой, что разделяйте рабочие отношения и то настроение, с которым вы приходите в семью. Ну, понятно, что этот совет можно применить вообще ко всем людям, да, но именно это актуально будет для вас в декабре. Если вы не в паре, вы можете встретить партнёра, который сможет вас защищать, сможет быть для вас покровителем. Человек очень интеллектуальный, да, опять же говорю, как мечевая масти. То есть вот для женщин есть возможность встретить партнёра, который будет нацелен на серьёзные отношения. То, что король мечей такой человек уже опытный, знающий, с холодным разумом. Да, вряд ли он будет как-то за вами романтично ухаживать, но имейте в виду, что это может быть человек серьёзный, серьёзных намерений. Так, смотрим здоровье. Четвёрка Пентакли. Четвёрка Пентакли – это карта собственности, имущества своего. Поэтому здесь в плане здоровья вы будете как раз конкретно следить за своим здоровьем, то есть держать всё в руках. Будете следить за собой, оберегать себя. То есть, да, вот здесь у нас накинута какая-то меховая накидка. То есть будете защищать себя от всех семи ветров, чтобы, не дай бог, там простудиться или как-то подвергнуть опасности своё здоровье. И, в принципе, здоровье хорошее. Ну, вот здесь вы прям вот знаете, что нужно делать, как и когда, какие там витамины пить. Если у вас какие-то есть хронические заболевания, вы знаете, как в такой прохладный, холодный период декабря, как оберегать себя, как себя охранять. И этим самым вы будете и заниматься. Но если в плане эмоционального состояния вы, скорее всего, будете закрыты от общения, несмотря на то, что вы будете устраивать здесь уже разбор полётов, но вряд ли это вам будет приносить удовольствие. Скорее всего, это вынужденная необходимость, чем ваше такое явное желание. Есть закрытость от людей, потому что, скорее всего, от раздражения. Вынуждены выяснять отношения на работе, в рабочих процессах, но делать этого не хотите и больше как бы устремлены в свои мысли, в себя. Но вынуждены приводить всё в порядок. Поэтому вынуждены немножко агрессировать. Смотрим ваше окружение, принцесса, кубков. Вот смотрите, в вашем окружении есть человек, который может смягчить вашу напряжённость, как королева мечей. Это может быть подруга, ваша ровесница, может быть ваша родственница. Скорее всего, ну, например, сестра, то есть равная вам по возрасту или младший человек, младше, чем вы. Это человек, женщина, как я уже сказала, скорее всего, с которым вы можете поделиться. Она с удовольствием, ну, с удовольствием или нет, конечно, выслушает ваши неприятности и какие-то проблемы на работе. Но она с готовностью, скажем так, вас выслушает, поможет вам хотя бы тем, что именно выслушает. Может быть, какой-то совет, как действовать конкретно, она вам и не даст. Но вот, грубо говоря, побудет жилеткой той самой, в которой можно поплакаться. То есть это девушка, женщина, мягкая и понимающая. То есть вот поможет вам именно тем, что поддержит вас морально. Поэтому вот ищите такого человека. Именно и как совет, я бы сказала, ищите такого человека, потому что вы здесь очень воинственные. И вам вот это вот, ваша воинственность, надо смягчить. А смягчить вы можете вот с помощью подруги, например, да, или какой-то родственницы, знакомой, которая к вам благожелательно настроена. Так, давайте посмотрим, для нас совет и неожиданность. Совет для вас. Пятерка кубков. Пятерка кубков говорит о разочаровании, поэтому ни в коем случае не отчаивайтесь. Особенно не отчаивайтесь, если вот я все вижу, все, больше проблем в рабочей сфере. Не то чтобы прямо вот проблем, но как-то именно наведение порядка. Если вдруг в конце месяца выяснилось, что дела не в порядке, там документы какие-то не в порядке, вы не расстраивайтесь и не отчаивайтесь, потому что все в итоге придет в норму. То есть я не могу сказать, не уделяйте этому внимания. Конечно, уделять внимание нужно, потому что если вы нашли что-то не так, конечно, это нужно сделать как нужно, все привести в порядок, все расставить по своим местам. Но не уделяйте этому особого уж, сильного уж такого значения, потому что это приходящее и уходящее. Над этим нужно будет поработать, но это не повлечет за собой каких-то тяжелых последствий. Если были там, например, какие-то неготовые документы или дедлайн какой-то по сдаче отчета, то есть сроки, когда подходят, уже выходят, то это все нормализуется. Возможно, как раз и поможет вынужденное ваше такое отношение к коллегам. Вот я прям вижу, вы тут как-то будете учить их уму разуму, что-то такое. Но это, конечно, вам поможет. Потом это состояние отойдет. Карта неожиданности, сюрпризы. Вот это вот самый настоящий сюрприз. Девятка динариев. Я вижу это как премию. Хорошую премию, хороший заработок, хороший доход. Потому что, вот опять же говорю, тот итог вашей беспокойной деятельности вот здесь будет вознагражден финансово для вас. Поэтому смотрите. Здесь все-таки, да, опять подчеркиваю, вот это мечевые масти. Все-таки, да, проявите вот эту решительность, ответственность. Но имейте в виду, что это должно быть для вас временное состояние, не постоянное. Оно такое не очень свойственно вам будет. Все-таки найдите человека, который смягчит ваш такой воинственный мужской настрой. Такой был расклад для дев. Пишите комментарии, делитесь своим мнением. Будет интересно узнать. Если понравилось видео, ставьте лайки. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. И до скорых встреч.